В одном зале глава города, представители полиции, сам застройщик и люди, купившие квартиры по предварительному договору 3-4 года назад и до сих пор не получившие документы собственности на жилье. Всех волнует один вопрос, когда высотки на улице Депутатской и Первомайской будут достроены на законных основаниях. В разряд обманутых дольщиков вы себя не причисляете, пожалуйста, по одной простой причине. Я здесь, каждый божий день я здесь. Если кому-то необходимы деньги за квартиру, заберите. Вы же этого не делаете. Дольщики действительно не хотят забирать свои деньги. Во-первых, на те средства сегодня уже ничего не купишь. Во-вторых, хотят жить на Депутатской в жилищном комплексе Москва, поэтому собственно и вкладывали в начатое строительство. Но дома возбудятся годами, тем временем заканчиваются разрешения на строительство и их непременно нужно получать снова. Последнее продление было выдано до конца марта этого года. Более того, вопросы канализования, водоснабжения, теплоснабжения тоже до сих пор не решены. Когда вода холодная, горячая, канализация и лифты. Электроэнергия в доме будет в сентябрь месяц. Поэтому, если мы вместе с администрацией сможем ограничиться лифтами, пусконаладкой с дистанциализацией, сетями, и практически там все штукатурено, открашено, электрики заходят 5-го числа, мы в сентябре реально можем по документам ввести его в эксплуатацию. Эти дома числятся в перечне проблемных в краевом реестре. Но застройщик уверил, всех проблем нет и к 1 сентября высотка на депутатской будет сдана. Лифтовое оборудование оплачено на 50%, остальная сумма есть в наличии, будет передана поставщикам при установке оборудования. Конечно, люди устали верить обещаниям, но глава города заверил, что строительство многоэтажек взял под личный контроль. Хотя у муниципальной власти нет полномочий вести надзорную деятельность и как-то влиять на ход строительства. В следующий раз я приглашу сюда и энергетиков, и теплосети, и прокурору. Ну, они скажут, нет проблем, и мы строим, и ради бога. Но я их приглашу. Поэтому мы обязательно, вот то, что касается сетей, мы обязательно возьмем на контроль. Вы сами сказали, у нас никаких проблем нет. Деньги есть, технические условия есть, надо теперь только построить. Изначально дом в микрорайоне Светлана должен был быть 20-этажным плюс один этаж технический. Но в процессе работы застройщик решил сделать из технической площади жилую и даже продал квартиры на 21-м этаже. Учитывая интересы дольщиков, администрация готова пойти навстречу застройщику и выдать ему откорректированное разрешение на строительство на 20-этажный объект. Но для этого необходимо откорректировать и проектную документацию, а также получить положительное заключение экспертизы. В этом вопросе также поможет Департамент архитектуры курорта в части проверки документов перед сдачей их в МФЦ. Такая же ситуация и с домом на Первомайской. Здесь также 17-й технический этаж будет живым. Застройщик в течение 10 дней должен разработать подробную дорожную карту по завершению строительства с четким указанием конкретных работ и сроков. Чтобы дольщики могли лично отслеживать, идут ли они по графику и при отставании сообщать в администрацию города. Считаю, что разговор довольно конструктивный состоялся. Обещания были даны конкретные. Поэтому будем дальше смотреть, еженедельно встречаться, контролироваться. Если вдруг что-то пойдет не так, значит будем вновь бить во все колокола. Встречи дольщиков с застройщиком и директором департамента строительства администрации города будут проводиться еженедельно, а с главой города раз в месяц. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.